так всем добрый вечер здравствуйте спасибо что пришли меня зовут кирилл казаков я служу в горном клубе красной поляны горным гидом и мы ходим с людьми по горам часто перенося с собой большое количество снаряжения и только кто снаряжение которое у нас находится в рюкзаках и за спиной мы сегодня как раз таки разберем пойдем мы от общих моментов так скажем к частным хотелось бы сначала немного в общих моментах рассказать о том что у нас есть в рюкзаках чем отличается однодневный рюкзак там допустим от многодневного и уже потом конкретно углубиться какой именно допустим там спальнику гида какой именно какую именно палатку он берет и так далее более того хочется сказать что сегодня не будет каких-то уникальных универсальных так скажем советов что мы покажем презентацию да и вы сфотографировать именно вот по этому списку снаряжения будете всегда ходить в походы даже у нас это не получается потому что каждый поход проходит по-разному с разными людьми по разной местности у нас есть походы в горы есть походы на водопады в каньоны есть походы там ближе к побережью в зоне леса есть походы которые у нас очень протяженные там и проходят в условиях горной местности поэтому каких-то однозначных моментов здесь не будет сложно сказать первое чем хочется тогда поговорить что все-таки при сборе рюкзака нам несмотря на то что мы конечно несем большое количество и личного снаряжения и общественного снаряжения но у всех у нас есть лимит и гид должен выполнять свою работу и все-таки его работа заключается скорее в том чтобы обеспечить безопасность группы обеспечить удовольствие людей на маршруте они переноску их личных вещей и продуктов для них куда-то к месту так скажем лагеря высоко в горы вот поэтому работа гида это не работа носильщика хотя зачастую конечно нам приходится разгружать участников нам приходится таскать носить рюкзаки которые тяжелее чем мы бы пошли в свой личный поход да но это нюансы работы и мы относимся к ним с пониманием здесь у нас есть такой чек-лист который мы высылаем нашим туристам перед так скажем ну здесь однодневный поход и я просто их сопоставил потому что чек-лист для гида до в однодневный поход и чек-лист для участника он особо ничем не отличается я буду сегодня говорить только про себя наверняка у нас с коллегами даже будут какие-то ну не разногласия а разный чек-лист для каждого похода но поговорим про меня значит здесь что хочется уточнить что я с собой не беру из этого списка только репеллент не беру с собой запасную футболку в однодневный поход и фляга для воды у меня не на 1 литр а поменьше на 0,7 и сюда еще добавляется продукты и к участникам и гиду ну и у гида еще либо газ и котелок если мы идем туда где есть источник воды и термос если у нас нет времени либо участники ограничены по таймингу что мы не можем с ними весь день гулять и или мы ограничены количеством воды на маршруте тогда мы берем с собой термос во всем остальном снаряжение можно сказать одинаковое плюсом у гида в рюкзаке должно остаться свободное место свободное место понятно для того чтобы в случае если участник взял ношу не по себе его разгрузить либо второй момент когда участник когда участник получает травму вследствие которой излишней нагрузки конечно только вредят его состоянию тогда мы его разгружаем и как раз таки вот свободное место занимается его снаряжением сейчас я покажу на примере своего и большого и маленького рюкзака что у нас есть с собой хотелось конечно собрать их полностью вот как бы я пошел и в однодневный многодневный но есть снаряжение которое относится и туда и туда ну разберемся дальше по рюкзакам это наверное один из важных и главных элементов снаряжения потому что не имея рюкзака можно все непонятно как все остальное нести здесь сводная таблица наших гидов коллег кто ходит в походы имеет тоже больше походный опыт из нашего клуба и просто сравнительная характеристика какими рюкзаками они пользуются я думаю здесь не имеет особого значения модель рюкзака больше стоит обращать внимание во первых на объем конечно же и на бренд кому это важно ну вот к слову сказать рюкзаки на один день могут разниться вот двадцати восьми литров на уголе и там у кого сорок пять сорок четыре самые объемные то же самое по многодневным походам самый разный может быть литраж и я бы сказал что на профессионализм это это не показатель профессионализма кто-то привык походить с большими рюкзаками и ему нужно чтобы у него было под рукой все кто-то привык пользоваться тем объемом которые у него есть и как-то в него укладываться ну вот я лично пользуюсь наверное да здесь это самый маленький рюкзак вот он здесь черный стоит 50 плюс 10 литров к слову сказать под конец прошлого сезона я сходил с ним на четыре дня на кардевач не капли не так скажем перекладывая свою ношу на туристов брал даже продукты на себя и все прекрасно вошло вопрос в том да что вы с собой еще еще готовы взять дополнительно предлагаю перейти уже к списку снаряжения на один день у меня есть такой скрипт в закрепленных сообщениях в телеграме он когда повторюсь не идеален но я собираюсь обычно по нему порядок вещей не имеет значения они все должны быть да все должны вместиться в рюкзак приоритета здесь нет ну понятно что без скипаса вы никуда не подниметесь ни на какую канатку и все остальное тоже очень важно вот сейчас давайте я прям конкретно покажу на том что у нас есть ну во первых сам рюкзак рюкзаку два года у меня был это впервые рюкзак у которого спинка прям отделена отдельной сеткой от спины нюансы из того что заметно визуально пояс слегка не выдерживает и уже есть дефекты в остальном большие плюсы что широкие лямки есть поясной ремень можно по желанию вот как допустим я сделал добавить сюда резиночку к петелькам изначально ее не было снаружи у нас есть два кармана сюда мы кладем палки если у нас какая-то предпоходная часть допустим мы едем в такси мы едем на канатке они нам в руках не нужны палки модель camp backcountry 3.0 в целом классические ничем не отличающиеся состоящие из двух выдвижных колен и даже ручка у них не удлиненная вот есть зимние кольца комплекте палки я думаю используют все да сейчас уже никому не нужно объяснять рассказывать что это во-первых и элемент безопасности во вторых элемент который упрощает вам подъем в гору и и переправу на сложных сложном рельефе фляга для воды тоже разного объема если это короткий до какой-то маршрут то большой много воды вам конечно не нужно пакет для мусора который снаружи хранится в этих карманах больше ничего нет карман для мелочи очки аптечка про состав интересно посмотреть аптечка для однодневного похода то есть она подразумевает то что мы не будем лечить какие-то затянувшиеся моменты затянувшиеся заболевания у нас здесь есть гигиеническая помада спасательное одеяло перчатки таблетки обезболивающие таблетки от аллергии бинт перекись маска такой минимальный набор идем далее фонарь но он с нами путешествует всегда даже светлое время суток лейкопластырь рулонный ну он должен конечно хранится в аптечке но так как его необходимость в довольно таки часто можно я храню просто отдельно чтобы быстрее быстрее иметь к нему доступ нож раскладная ложка для обеда обязательно салфетки влажные спиртовые сухие кому какие удобно зажигалка в упаковке здесь же у нас лежат карточки для тех кто смог дойти до конца похода подарочные крем от загара в маленькой в маленьком тюбике потому что ну много нам собой не нужно мы идем на один день баф для туристов которые не верят в энергию солнца в горах и как то так получается что они приходят в поход без без головного убора без чего-то еще поэтому ну вот я беру с собой чистый баф всегда для таких людей зубочистки зубочистки они используются в том случае когда допустим на обед мы берем оливки либо сыр порезанный уже сразу у нас нету в обязательном снаряжении ложек так как у нас перед ланч в этот день носит так скажем характер перекуса да и просто очень удобно расставить зубочистки каждой зубочисткой поездки свою часть и пакетик для еды которая вас останется ну допустим вы порезали колбасу ее не всю съели ну можно конечно выбросить можно сложить все в пакетик и еще перекусить где-нибудь на маршруте далее все здесь больше ничего мне нет следующий карман здесь так скажем у меня хранится то что нужно будет при смене погоды это накидка на рюкзак соответственно вашего объема куртка от ветра и дождя я на не использую мембрану и какие-то серьезные дождевики в однодневных походах я беру простую маленькую курточку которая меня просто греет дает дополнительный слой и еще здесь у меня лежит кепка кепка на случай когда мы выходим из зоны леса у нее отстегиваются поля их можно очень удобно я обнаружил отдельно отстегнуть смочить в ручье прицепить прикрепить обратно все здесь больше ничего не осталось эту сетку удобно использовать сюда допустим если кто-то из туристов взял коврик и не знает как его нести у него в рюкзак полноценный коврик в однодневный рюкзак просто не влазит да можно сюда у него взять мусорный пакет наполненный потом сюда хорошо подходит ну и какие-то вещи да если они вдруг перестали помещаться закрепляются сюда в основном отделении у нас находятся следующие моменты для обеда здесь есть скатерть такая небольшая стоит сказать что на одного гида у нас приходится до шести участников поэтому мы не располагаем так скажем вспомогательным снаряжением до для 20 человек просто с нами столько не ходит поэтому небольшие вот такие вот скатер две тарелочки они вполне решают уже вопрос небольшого перекуса и делают его таким более домашним наверное далее кардалета это кусок 5-8 метров 6-7-8 миллиметровой веревки которую мы берем особенно когда у нас есть дети особенно когда у нас маршрут пролегает по каким-то сложным участкам рельефу где ребенку может быть сложно спуститься либо сложно подняться мы используем кардалету ну и карабин в красной поляне ну это вот хребет аибга пик бзерпи может быть по особенно ранней такой весне когда там еще снег лежит ну и наверное все далее здесь у нас стаканчики также по количеству туристов и в этом контейнере предполагается нарезка овощей очень удобно когда он герметичный очень удобно когда он встает по размеру рюкзака не болтается там и благодаря нему рюкзак еще и стоит все остальное пространство в рюкзаке заполняется остальными продуктами то есть это хлебобулочные изделия какие-то фрукты овощи да сладкое к чаю а момент по поводу самого чая и котелков и горелок да то есть у нас есть вот этот да момент детский у нас есть маршруты допустим хребета ибга где нет воды тогда мы да берем с собой термос во всех других случаях мы можем взять с собой котелок и газ ну тоже да зависит от того сколько у вас будет времени и какая погода то есть если на улице идет откровенный ливень который нас ожидает кстати в ближайшие два дня вот и у вас нет укрытия на маршруте да ну что это может быть псаха да каньон то ну как бы греть котелок воды как-то немного неловко нежели взять с собой термос это будет и оперативней и приятней ну с другой стороны термос это ограниченное количество жидкости да газ котелок это пей сколько хочешь так скажем вот вопросы какие-то по однодневному снаряжению вопросов нет отлично двигаемся дальше оперативно сейчас все соберем что-то из этого у нас остается на многодневный маршрут допустим палки аптечка фляга там нож да крем от загара салфетки зубочистки это это все может остаться на многодневные маршруты ветровка от непогоды перед тем как перейдем к маршрутам многодневным я еще забыл сказать да в самом начале что хоть и мы не несем за спиной свою личную одежду но она тоже на нас присутствует и относится к снаряжению которая кстати очень часто защищает нас и от солнца и от непогоды это штаны длинные преимущественно длинные и какое-то термобелье тоже обязательно с длинным рукавом чтобы мы не страдали от солнца ну и в случае непогоды нам было теплей и я использую два бафа тоже последнее время если у нас активная ходьба то просто баф на голову потом когда уже выходим из зоны леса это вот на обзерпинском карнизе на черничной тропе бывает я баф меняю на кепку и баф на шею кепка кстати еще очень хорошо помогает во время дождя во время дождя так скажем лицо остается сухим из-за козырька вот также у нас есть снаряжение которое мы берем в прокате все вот это является личным мы берем в прокате у нас есть тент который мы тоже берем исходя из погоды нужен он нам не нужен будет причем тент тоже кто использует знает он может защищать как от осадков так и от солнца устанавливается либо на деревья либо на трекинговые палки либо просто накидывается на участников во время ливня и газовое оборудование горелки самые разные простая средняя мощная газ и экран от ветра это все мы берем в прокате и что-то берем постоянно допустим экраны большую часть походов мы берем с собой что-то мы так скажем берем не всегда допустим количество газа от похода к походу и от количества участников меняется бывает так что в двухдневный поход идет большая группа и мы можем потратить газа даже больше чем за 3-4 дня маленькой группой на кардоваче это у нас просто лежит отдельно по однодневным походам есть еще следующий момент вопросы реальные которые можно встретить от туристов какого веса рюкзак в однодневном походе сложно сориентировать потому что чек-лист для туриста не самый маленький бывают туристы у которых есть все и у них рюкзак соответственно получается тяжелый и они набирают еще больше чем у них там может себе чем им пригодится еще больше у кого-то наоборот чего-то не хватает и они спрашивают стоит ли им это докупить или нет поэтому здесь невозможно ответить однозначно ну в однодневный поход вес гидского рюкзака я думаю до 10 килограмм вес рюкзака туриста часто бывает так 95 процентов наверное походов когда мы не кладем туристам в однодневные походы продукты поэтому у них рюкзак складывается только из личных вещей ну я думаю килограмм там пять шесть максимум может больше может меньше сколько взять воды тоже нельзя ответить однозначно мы рекомендуем до литра ну в целом все маршруты по окрестностям красной поляны рассчитаны или проходят таким образом что литра воды ну человеку вполне хватает нужен ли дождевик или если завтра солнце и наоборот нужен ли дождевик конечно абсолютно нужен те кто ходили здесь и имеют опыт похода в горной местности знают что все меняется в течение 10-15 минут давайте перейдем к многодневным походам у гида в рюкзаке все то же самое только добавляется еще снаряжение для многодневных передвижений ну я рассказал уже то что у нас остается дальше мы берем с собой понятное дело палатку палатки у всех разные и тоже не сказать что мы во все походы пойдем именно с вот этой палаткой это мср одноместный за два года работы да я сходил с ним один раз остальные разы мы были либо в палатку либо палатку делили с кем-то из туристов либо гиды объединялись бывает так что у нас группа большая и идет два гида тогда конечно нам комфортней и группе удобней когда ночуют водной дальше что еще у нас с внешней стороны есть фляга для воды вот это 0,7 объемом к слову сказать маршрут на кардевач допустим я тоже приспособился в прошлом году что концу сезона его можно ходить уже без бутылки имея просто какой-нибудь стаканчик складной там ручьев довольно таки много и ну полную флягу нести от ручья до ручья ну как минимум обидно имея стаканчик можно попить на ручье спокойно и там меньше чем через три километра уже будет следующий ручей с недавних пор точнее всего один поход я ношу с собой спрей заморозку еще не пригождалась и она просто так скажем проходит тестовую версию пригодится не пригодится конечно хотелось бы чтоб нет но на озоне уже можно заказать вот такой маленький 200 миллилитровый баллончик который ну особо ничего не весит просто занимает место пригодится вам или нет решать к слову сказать я еще взял потому что в последнем походе у меня был ребенок и просто интересно продемонстрировать ему там как работает эта смесь на практике здесь ничего не осталось здесь у нас пакет для мусора всегда лежит есть еще наружный карман вот здесь с сеточкой здесь я храню накидку на рюкзак собственно по аналогии с однодневным маршрутом все что нужно от непогоды эта куртка тоже часто ездит здесь потому что несмотря на то что с собой есть и мембрана бывает такой дождик когда хватает и этой куртки здесь есть гамаши от грязи и непогоды не столько даже наверное от грязи сколько от мокрой травы которая к середине к концу сезона уже поднимается и после осадков довольно таки неприятно идти первым и вода скатывается в ботинки поэтому такие гамаши очень отлично защищают и сохраняют сухость ваших ног но тоже от маршрута к маршруту допустим их можно взять и в однодневный какую-нибудь очищу когда вы идете первую часть по лесу потом у вас там начинается луговая растительность и высокая трава тоже будет актуально здесь же находятся еще ливневые штаны ливневые штаны это такая стопроцентная клеенка которая надевается либо поверх основных штанов либо вместо допустим если прошел ливень или шел ливень ночью и вы знаете что вам сегодня возвращаться ну с того же кордевача и первые 3 часа а то и 4 у вас пойдут по такой траве и вся эта сырость и влага даже не обязательно дождь роса да просто утренние будет собираться на вас так как вы гид вы еще идете первым ну и там вообще лучше этих штанов ничего не придумаешь не мембрана просто клеенка я еще пришил сюда петельки такие чтобы чтобы вообще было сухо можно комбинировать с гамашами берется тоже не всегда понятно если вы видите благоприятный прогноз или у вас маршрут там да всего 2 дня куда-то выше зоны леса конечно они будут ну под сомнением здесь же еще находятся сандалии в пакете ну я как-то так приспособился что беру с собой сандалии не кроксы многие ходят в кроксы ничего против не имею просто ну мне кажется они немного более плоские что ли их есть всегда куда засунуть все здесь больше ничего нет переходим к карманам снаружи дождевик здесь же салфетки только более уже большая пачка так как мы в многодневный поход идем здесь же находится ложка потому что она не влазит в котлы такая длинная здесь же находится зажигалка крем маленькая аптечка лейкопластырь здесь же едет ну грубо говоря все что вам нужно в быстром доступе в кармане клапана внутри карман клапана внутри здесь гигиенический набор он упрощен до самого минимума щетка полотенце быстро сохнущее и зубная паста из из отеля все знают что там есть маленькие тюбики вот кстати когда он закончится сюда можно из большого передавить пасту и использовать многократно полотенце тоже такой элемент удобства есть походы когда оно не берется и хватает допустим просто бафа потому что если дело дошло до полотенца собственно вы купаетесь купаетесь вы в теплую погоду вы можете взять свой ночной комплект белья вытереться им повесить тут же на солнце он высохнет либо использовать чистый баф кемпинговый фонарь с разными режимами зарядкой тут с аккумулятором вешается устанавливается можно установить под флягу налитую водой и получается лампа хорошая это актуально чтобы всем не тратить цвет своего фонарика не слепить друг друга один раз повесили и вот он у вас висит тем более у нас большинство маршрутов оборудовано навесами закрепить его там не составляет труда скотч простой либо армированный многофункционально шире чем изолента его больше чем изоленты ну чинит почти все недавно сапог чинили не сапог берц чинили с отвалившейся подошвой на софийских озерах дальше здесь то что касается электричества электроники фонарик с аккумулятором я их ношу раздельно потому что у этого фонарика автоматически как-то нажимается кнопка и он я часто стал замечать что он во включенном состоянии приезжает к концу дня поэтому я их разъединяю кстати можно использовать фонарик для этой же фляги я его так сверху закреплял резинкой обжимал и тоже подвешивается получается хорошая лампа такая здесь же powerbank с проводом только для телефона особо остальное я думаю экстренно заряжать ничего не придется ни фонарь ни кемпинговый светильник только для телефона у меня у меня на 20 тысяч есть еще на 10 пользуемся и тем и тем от случая к случаю ну тут это 3-4 дня если нужно на 10 тысяч это два дня и здесь последнее что я начал с собой брать это определитель животных кавказского заповедника такой вышел нам недавно раздавали на лекциях очень интересно тоже вот я как раз таки в последний поход у нас был ребенок прекрасно лучше вас расскажет что как выглядит какого размера чем питается где обитает ну и просто дать почитать вечером многим интересно полистать кто-то берет с собой игры настольные на вечер мы берем определитель млекопитающих все здесь ничего не осталось поехали дальше основной основной отдел открываем большая аптечка у нас есть большая и маленькая в многодневный поход я стал брать обе расскажу почему это пригождается в лагере если там началась осложнилось какое-то заболевание да здесь есть таблетки здесь есть там клещедер градусник здесь есть там средства диареи все остальное сейчас мы ее откроем вот она хранится в лагере эта аптечка она во-первых где-то едет сверху и в быстром доступе находится во-вторых вы ее берете на радиальные выходы вы не берете с собой на радиальный выход вот такую большую и так далее массивную аптечку это так скажем тенденция последних лет пошла что аптечки начали разделять внутри здесь я думаю понадобится место внутри здесь много чего и первое что выпадает это беруши чаще всего используется из нее беруши все остальное здесь я думаю всем знакомо жгут перчатки бинт эластичный бинт гипсовый кстати очень хорошая вещь гипсовый бинт намачиваете и через какое-то время у вас получается полноценная шина как вы его наложите на конечность на ногу на руку такую форму он и примет здесь таблетки от живота то есть уголь там смекта здесь же полисорб и все остальное здесь различные мази дальше там ацикловир вольтерен бараплюс что там левомиколь но чаще всего вольтерен используются колени спина можно брать с собой небольшой кусочек тейпа если вы умеете его накладывать прекрасно заменяет эластичный бинт следующий элемент в аптечке здесь так скажем инструментарий шприцы если вы колите маленькие ножницы пинцет клещедер градусник последнее ноу-хау это вот такой градусник который даже в аптечке может затеряться он гибкий весит я не знаю меньше 3 грамм наверное стоит меньше 50 рублей показывает температуру с точностью 100% пользоваться очень легко здесь же находится что-то что если вы что-то будете колоть там китонов супрастин в ампулах и так далее здесь здесь большой отсек с таблетками ну я думаю тут перечислять не нужно там нитроглицерин мезим что я здесь еще вижу нож по спазмолгон здесь отделение так скажем кровоостанавливающие перекись бинты губки гемостатические что еще очень важно кстати губная помада многие туристы не знают что с ними будет на третий день с их губами вот поэтому чтобы не было у них сюрпризов гигиеническая помада тоже очень часто применяется чаще чем вообще весь наверное ну кроме беру вот лейкопластырь лейкопластырь широкий и тонкий тоже как расходный материал все по аптечке может быть что-то сразу спросить кто-то хочет нет все с аптечкой закончили довольно таки объемный момент дальше в рюкзаке у нас находится ну на многодневный поход мы берем газ один большой баллон смысла не имеет брать лучше взять два маленьких так процесс приготовления будет идти так скажем равномерно и чай и основное блюдо можно параллельно на двух горелках закипятить ну а если у вас много туристов и много дней то там конечно уже особо без разницы сколько вы какие какого размера газ вы возьмете собственно кухня складывается в такой чехол и тоже про нее можно много долго рассказывать но лучше один раз показать сверху здесь лежит скатерть которая рассчитана уже на большее количество туристов и ее удобнее использовать а дальше здесь все упаковано по принципу матрешки один котелок в другой крышки важнее всего на мой взгляд и так скажем тоже открытие для меня это такая какая-нибудь тряпочка микрофибро флис которая служит вам вместо губки вместо моющего средства понятно что основной основную грязь скатерков и тарелок вы отмоете песочком и водой но весь жир можно протереть тряпочкой и просто постирать ее после похода она прекрасно справляется со всеми задачами дальше здесь горелки ну я говорил да что они бывают разные я просто для примера положил тут две таких тёрочка небольшая половничек складной кружка которая ваша личная у меня вставляется еще в одну потому что необходимость стакана этого обусловлена либо большим количеством ложек да там на второй на третий день похода все они не начинают где-то там теряться падать со стола их можно просто составить либо мы часто носим с собой сметану в походы как это ни странно звучит и сметана очень часто падает поэтому сюда просто поставили и все отсюда наливают здесь в маленьком находится буквально две приправы ну мне вот нравятся итальянские травы и здесь томаты с базиликом сушеные солонка тоже складная ложка мало ли там турист забыл потерял утопил ну и зажигалка для горелок основное здесь моя личная тарелка пластиковая ну довольно таки толстоватая но зато можно и зимой и летом с ней ходить она не трескается не гнется важно мне кажется иметь тарелку цвета которого нету остальных тогда вы не перепутаете ее и ваша тарелка всегда останется вашей складная тарелка которую можно кстати использовать как досочку сюда что-то положить порезать потом просто развернуть края для хлеба для овощей нарезки хорошо подходит одно в другое все вставляется здесь внутри маленький котел на 3 литра в нем мы обычно делаем чай да и здесь кстати находятся тоже две тарелочки на которые можно на одну сыр на другую колбасу положить и большой котел на 4 литра здесь основное блюдо суп каша гарнир все здесь и немаловажно это сковородка имея сковородку разнообразие ваших блюд повышается там на 300 процентов вы можете все поджарить вы можете что-то потушить ну разогреть и все остальное то есть я думаю все сковородкой пользовали и знают все ее плюсы складывается все точно так же одно в другое здесь уже все помещается карман у спины здесь у меня лежит доска доска для нарезки она рабочего вида и максимально тоненькая здесь же лежит деревянная лопатка для сковородки соответственно дальше переходим ну так скажем у меня сейчас заполнено личными вещами всего лишь не знаю одна наверное четверть пятая основного объема вот это личные вещи здесь у меня мешок с личными вещами прям с личными с личными которые я там переодеваю в палатке после ходового дня и чем можно утеплиться очень важно чтобы у вас все было распаковано по мешочкам и вы к этому привыкли ну вот допустим чтоб я потянул за кухню и достал всю кухню потянул за одежду достал всю одежду не так что там где-то у вас там сверху носок левый справа там куда-то правый провалился вот здесь пуховка пуховый свитер когда будет середина лета наверное здесь будет пуховая жилетка вот сейчас еще пока прохладно можно носить что-то побольше потяжелее здесь комплект сменной одежды штаны это не термо просто синтетические такие штаны непродуваемые здесь же вот уже термобелье просто для ночного сна тоже с длинным рукавом и здесь же просто сменный комплект ходовых носков можно сюда еще добавить теплые носки для сна едем дальше а да здесь же для вечера у нас перчатки максимально тонкие и шапочка которая в которой кстати можно еще и спать перчатки элемент важный и недавно был у меня поход на чистую я брал их для ночи оказалось что я их использовал днем потому что ночью было довольно таки тепло а днем мы переходили перевал светило солнце и чтоб руки не обгорали может кому-то видно да у меня кисти по рукава загорели вот я шел в перчатках часа четыре мы были под солнцем здесь здесь же лежит мембрана я ее использую больше как слой для тепла нет осадков надеть вечером надеть поверх пуховки вполне себе справляется комфортно ну и на случай небольшого дождика небольшой лайфхак можно все куртки у которых есть капюшон просто заворачивать в капюшон и они будут так скажем компактнее и опрятнее выглядеть поехали дальше что здесь еще у нас есть гермомешок в котором нам что осталось разобрать спальник и вкладыш все здесь больше в рюкзаке ничего не осталось даже если у вас нет внутреннего гермомешка можно всегда приобрести пакет самый обычный мусорный мешок и дополнительно перестраховаться упаковав свой спальник и коврик в сухое и надежное место потому что вы можете все споряд промочить потерять там порвать и так далее и при этом если у вас будет сухой спальник с вами ночью ничего особо не случится но если у вас промокнет спальник все остальные сухие вещи вас могут и не спасти мой коврик занимает вот столько места он 390 грамм это тут Nature Hike не самый комфортный но зато маленький и очень быстро надувается он широкий в плечах очень узкий в ногах представляет из себя так скажем даже не сплошную подушку а такую сетчатую то есть он надувается такими ячейками сдувается без проблем у меня есть еще ковер терморест трехсезонный он уже весит килограмм ну я пока до него не дошел я ходил с ним много походов в том числе и зимой но на летние походы мне хватает этого коврика ну и спальный мешок спальный мешок пуховый севера кому интересно лимит на минус 1 ну вот недавно мы да ночевали и так скажем была плюсовая температура плюс 2 было в нем прохладно поэтому не знаю температура минус 1 экстрим минус 17 очень компактный много не весит я сразу кладу вкладыш вовнутрь и складываю вместе с вкладышем и вкладыш у меня подписан потому что у нас у туристов почти точно такие же попадаются и свой вкладыш тоже можете подписать чтоб не потерялся вкладыш если кто не в курсе это как постельное белье вы это сшитая простынка пополам как кокон по форме спальника вы в нее в ней спите и вместо того чтобы дома стирать полностью спальник стираете только постельное белье спальник не стирается особо никогда я сплю постоянно с вкладышем и ну здесь прямо даже нет следов так скажем ни стирки, ни износа в спальнике с этим мы закончили что у нас еще осталось вопросы по многодневным походам зачем летом паховая куртка и шапка буквально вот мы вчера ночевали на обзерпинском карнизе кто там бывал знает что после захода солнца сразу же поднимается ветер и становится не то что зябка хочется как бы надеть на себя все что есть особенно если вы человек не термоустойчивый мерзливый в чем лучше спать дилемма идет до сих пор кто-то сторонник того что нужно максимально раздеться и лечь в спальник кто-то максимально за то чтобы надевать на себя все и в этом всем залазить еще в спальник ну я сплю в верхнем в верхнем термобелье и бывает в носках бывает в одних трусах и вот с этим спальником условно на 0 градусов не испытываю в окрестностях красной поляны летом дискомфорта зависит конечно ну все индивидуально можно пойти без палок если физическая форма это прям вопрос от туристов который буквально недавно прозвучал прям я его решил применить конечно вы можете пойти без палок вы можете пойти там без всего гид вам все обеспечит и даже отдаст свои палки если вы их там забудете сломаете и так далее но палки с недавних пор действительно стали элементом безопасности поэтому не нужно подвергать опасности вашу группу берите с собой палки даже если они вам будут мешать и неудобны просто уберете их на бок рюкзака но зато когда вам понадобится устанавливать тент не дай бог вязать носилки или еще что-нибудь надежнее легче и крепче и компактнее чем палки вы наверное в лесу или тем более в горах где-то уж точно не найдете пару слов про внешний вид рюкзака вот эта картинка я просто ввел в яндексе идеальный рюкзак первая картинка это выглядело вот так вторая картинка сайта спортмарафон очень так как-то получилось что их можно было совместить хотя они да разные по рюкзаку очень легко и так скажем определить прочитать насколько у человека имеется опыт походов либо же он пошел либо это его первые походы да он только начинающий у начинающих рюкзак как правило выглядит каким-то таким образом когда почему-то у него не влазит все вовнутрь и человек старается разместить все снаружи есть отдельное направление да там бушкрафтинга когда это все выглядит очень красиво но здесь я что могу сказать ну допустим вот эта фляга вам самим своим болтанием надоест уже через 50 метров вы обратите на нее внимание все остальное конечно индивидуально лишь бы это не влияло на безопасность в идеале ваш рюкзачок через какое-то количество походов приобретет неименуемо приобретет вот такой вид когда ничего лишнего кроме палочки трекинговой сбоку или бутылки с водой лежать не будет и видно этого не будет и очень хорошо если ваш рюкзак стоит самостоятельно вы поставили его и он стоит не падая никуда здесь ничего плохого нет тоже допустимо пам 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 ага какое снаряжение лишнее и прям которое какое я встречал в походах туристы берут с собой когда идут с гидом понятно что можно взять все там вопрос в том как вы это будете применять очень часто книги блокноты дневники я бы сам иногда хотел взять с собой книжку но так оглядываясь назад наверное ну в единичных каких-то походах за вообще всю жизнь было время когда можно было бы позволить себе там почитать блокноты дневники это кто пишет от руки тот знает что это нужно во первых этим заниматься во вторых действительно иметь к этому какую-то склонность к ведению дневника и блокнота ну если вы рисуете какие-то рисунки зарисовки скетчи пожалуйста ничего плохого там нет вопрос в том что скорее всего для этого не будет либо времени либо погода не будет позволять либо что-то еще бинокли ничего плохого если да бинокль маленький симпатичный вопрос в том что сколько вы в нем увидите да другое дело когда знакомый друг охотник дал там вот такую подзорную трубу с собой которая реально много весит и плюсом является такой хрупкой техникой довольно таки капризной за которую как бы ты постоянно опасаешься вот с этим тогда возникает вопрос фотоаппараты фотоаппараты да тоже такой нюанс когда человек купил фотоаппарат хороший фотоаппарат и конечно же он его берет в поход чтобы у него получились самые лучшие снимки и National Geographic там завалил его просьбами поделиться фотографиями с ними но зачастую это выглядит так что человек даже не знает куда его деть он никогда не носил рюкзак вместе с фотоаппаратом который да торчит на длину объектива этот фотоаппарат постоянно болтается при наклоне да вперед допустим за палками которые у начинающих туристов всегда лежат на земле этот фотоаппарат обо что-то бьется ну и недавно крышка вот у нас потерялась от фотоаппарата и так далее в общем привыкать к нему нужно навигаторы у меня у самого есть навигатор я им пользовался в походе буквально до тех моментов когда начали появляться приложения которые полноценно стоит сказать заменяют любой хороший навигатор ну понятное дело в условиях не продолжительных не спортивных походов личная еда много личной еды мы стараемся оповещать туристов и те кто с нами ходил знают что проблем с едой у нас не бывает но у новеньких зачастую оказывается так что даже консервы какие-то что-то сладкое и так далее стараются пронести ну как правило мы это конечно выставляем на общий стол но как правило это приносится обратно из похода огнево рожек сухпоек ну это вот из разряда любителей бушкрафтинга выживания и всего остального у них помимо того что есть с собой все у них это все вокруг рюкзака висит вот если с вами идет гид вам это не нужно скажу так если вы хотите попрактиковать свои навыки конечно берите ну с условием того что противопожарной безопасности все остальное полноразмерные полотенца да были случаи когда люди прямо там из отелей или из дома привозили с собой вот эти большие либо марлевые либо полноценные полотенца которые занимают ну больше чем мой спальник наверное и долго сохнут и потом еще начинают пахнуть от этой сырости потому что не просохли в общем нюансов с ними много хбшная одежда и много одежды зачастую да людям сложно надевать на себя синтетику у меня допустим жена тоже постоянно ходит в хбшной футболке во многие походы я не сторонник как бы бороться с этим ну просто мы все знаем что синтетика лучше сохнет лучше отводит влагу и она довольно большее применение находит себе в походе по поводу много одежды да то есть там есть допустим чек-лист там написано одна флиска но человек из слов гида понимает что будет ночью там 0 градусов и берет с собой все что у него есть и флиска и пуховка и все 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 там это неплохо но когда у вас не остается места в рюкзаке у нас был такой недавно случай когда человек пришел на старт с вот таким рюкзаком личного снаряжения и говорит ну я ходил на приполярный Урал я собрался как на две недели на приполярный Урал ну мы такие хорошо что у вас там два комплекта ходового белья два комплекта для сна там сухое мокрое одно другое третье в общем ну пришлось с такими людьми еще сложнее как бы у них есть какой-то опыт они действительно там были в труднодоступных местах ну приходится объяснять что можно справиться и меньше одежды для многих это просто стресс взять меньше с собой одежды и ну тоже ничего плохого там нет личный газ с горелкой говорили о том что взять газ и взять горелки это ответственность гида туристы за это не беспокоятся но встречается так что есть люди которые берут с собой такой либо еще меньше да баллончик с газом берут с собой горелочку маленькую и либо да есть такое отапливать начинают палатку себе ночью самостоятельно либо ты слышишь как там он проснулся раньше тебя и начинает там кофе себе варить в палатке тоже ну мы не можем это запрещать но у нас всегда есть кофе на завтрак у нас всегда есть гид который это все донесет и приготовит поэтому необходимости я в этом не вижу если вы хотите конечно вы можете взять с собой все что нужно кальяны было вы есть туристы когда они с собой кальяны ну мы вообще не пропагандируем их с собой носить и тем более непонятно зачем они вам в многодневном походе как вы будете с ними справляться просто был случай когда группа у гида шла долго и на кордевач по непонятным причинам причина прояснилась вечером да когда ребята достали там полноразмерный кальян из рюкзака вот и решили отдыхать вот заслужили отдых донесли вот на этом у меня все спасибо что послушали надеюсь было интересно познавательно вопросы предложения планы на походы а кстати да мы же не разобрали карман один один секретный карман который у меня есть с недавних пор да в боковом кармане в супер быстром доступе у меня появился фальшфейер медведей здесь встретить можно но они так скажем не стремятся к знакомству с человеком и при виде или учуя в человека они стараются удалиться сколько там я встречал уже даже в этих местах медведей это были медведи убегающие вот фальшфейер таким образом он тут закрепляется чиркается срывается светит шумит ну я бы сказал что я его ношу чтобы отвечать вот на такие вопросы что у нас есть с тобой что-то от медведей не пригождался и более того в истории заповедника не было прецедентов из-за фиксированных случаев нападения медведя на человека там был единичный случай на чешхо когда люди двигались не по маршруту и медведь реально там прям поскользнулся на склоне и прям влетел в туристку как то тогда произошло и задел ее лапой и как бы убежал туристка получила ранение а медведь убежал ну это сотрудники заповедника рассказывают про этот случай вот больше защищаться не от кого от людей ну наверное тогда будем заканчивать спасибо 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 спасибо